Уходящая неделя началась со светлого праздника Рождества, и каждый ее день был наполнен добрыми делами и теплыми встречами. Коротко о главных событиях из жизни региона далее в обзоре от службы информации. На этой неделе православные верующие отметили светлый праздник Рождества. В храмах по всей стране прошли торжественные службы. А в Гомеле праздник разнообразило еще и угощения прихожан под открытым небом. Кухня Спаса Преображенского храма с пяти утра по особому рецепту выпекала блины и заваривала чай, чтобы согреть людей уличной трапезой. Участники молодежной группы храма «Фаворовцы» и воспитанники воскресной школы представили рождественский мюзикл «12 месяцев». Празднику Рождества Христова посвятили также еще одно мероприятие. В общественно-культурном центре прошел традиционный рождественский концерт. На сцену пригласили самые яркие коллективы из Гомеля и районов области. Архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан посетил с подарками детскую деревню. Гомельский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. Сейчас здесь проживают 64 человека. 38 из них несовершеннолетние. Самому маленькому – 4 года. Живут здесь группами по 16 человек. А сама модель реабилитации имеет социальную направленность. Через некоторое время владыку встречали в областном роддоме молодые мамы, дети которых появились на свет в Рождество. В подарок они получили пакеты с самыми необходимыми для новорожденных вещами. На этой неделе исполнилось 75 лет со дня начала Калинковичско-Мозырьской наступательной операции войск Льевого крыла Белорусского фронта. В ходе операции 14 января были освобождены Мозырь и Калинковичи, 20 января – поселок Азаричи, 23-го – Лельчицы. 8 февраля 1944 года операция завершилась разгромом Калинковичско-Мозырьской группировки гитлеровских войск и созданием плацдарма для дальнейшего наступления Советской армии.